Ну вот и все. Финал последнего сталкера, плюс немного фриплея. Серия модов Зауруса подходит к концу. В разработке сейчас находится мод поиск приквел. Когда он выйдет и выйдет ли, неизвестно. Но как выйдет, мы его обязательно пройдем. По традиции не забудьте провести своими лайками в долгий путь не только этот мод, но и всю линейку модов Зауруса в целом. Это было неплохо. А еще я по традиции желаю приятного птица всем, кто ест, пьет, а также приятного просмотра. Так, я появился на генераторах. А где все, епта? Барьер, знакомый. Ой, зависло все. А, здорово. Вывести всех за барьер задание обновилось. И вот они повылазили все пацаны. Круто. С кем говорить? А тут есть Джо-Джо? Джо-Джо есть тут? Ну-ка. О, тут есть Леша Борман. Так, а Джо-Джо? Джо-Джо нету. Ну капец. Да за что? Ладно. Здорово, Грек. Здорово, бродяга. Нифига себе. Борман, что с тобой? Ты волосы покрасил? Как? Зачем? Здорово, Леша. Базар есть. Погоди, Грек. Чую кипиш на генераторах намечается. Позже побазарим. Лады? Лады. Передать Леше решение сходки. Ладно. С кем мне тут еще можно говорить? А, ну, Славян, да, здорова. Видал я чудеса, Грек. Но такое? Джей Джей сказал, убит ты. Постой. А ты ли это? Очень высокая вероятность, что я. Точно, Грек. Но здорова, брат. Джей Джей, это Джон Джо. Говорю, желание пообщаться. Сейчас подтянется он. По-любому тревожный сигнал получил. Ты за ним, что ли? Не только. Надо отключить барьер. Исключено. Если отключить барьер, железная морда сразу же рванет отсюда. У нас сейчас с ним нейтралитет. Мы в его дела не лезем. Он в наши. Паути их вроде. Но рисковать мы не можем. Короче, Грек, нет. Барьер остается на месте. Барьер продавливает своей тяжестью грань между мирами. И если не хочешь вступить в последнюю для всей вселенной схватку с демоном и тьмы, он должен быть отключен. Какие демоны? Бредишь, Грек? Нет. Не веришь? Пообщайся потом с Берендеем. А нейтралитет с меняющим лица придется отменить. Кстати, где он? Да здесь, возле установки своей. Сигналы какие-то в небо посылает. Но к нам не лезет, и мы его не трогаем. Тогда сделаем так. Мы с Андрюхой пробьемся к пульту управления барьером. Твари там, типа прозрачных мешков. Так и кишат. Но даггер это даггер. Папа с собой возьму. Пообщаемся, если будет время. Как только будет подтверждена ликвидация меняющего лица, мы вырубаем барьер нахрен. Попробуешь накружить и сунешься просто так, я уничтожу ключи привода. И встречу подобающие. Хорошо. Перекинусь парой-тройкой слов, с коей с кем и пойду. Так. А с кем? О, ты напугал, что это сзади стоишь, дед. Установлено правило соблюдать дистанцию ковидскую, два метра. Рандомный дед сзади стоит в упор. Существующий оборванного говорить не могу. А с кем это должен побазарить? Кочевник тут еще какой-то... О, Джей, Джей! Я нашел его! Вот он! Ну, здорово, сталкер! Этой встречи ждали все. Так, подожди, как тут... О, от второго лица это смотрится неплохо, да. Ну чё, ты бы так не поступил, говоришь? Грек. Да. Выкидывает зону номера. Что с тобой, Джонни? Не рад встрече? Рад. Мышь кореша, Джонни. Что случилось? Ты шел за моей жизнью, потом передумал. Мне по барабану почему передумал? На этом все. Вот и свидетельствует. Ну пока. Тьфу, блин. И ради этого мы ждали столько этой встречи. Блин, не знаю, какой-то диалог без души и прочего. Не забыл? Барьер будет отключен только, если будет уничтожено меняющие лица. Остаюсь при особом мнении. Нет смысла спорить, Грек. Начнем? Начнем. Убить меняющего лица. Убивать его нужно при помощи варлока, патрона на которой я, собственно, успешно просрал. Но, как бы, есть еще один способ. Говорят, его можно убить метателем-ножом. И сейчас все решится. Убью я его или нет? Если метательный нож не сработает, то это ГГ, как говорится. Так, а что мне делать-то? Убить меняющего лица. Ну и Ава. Я, кажется, памперсы на большой земле забыл. Лучше решить на месте, убивать или нет. Ну, короче, идем штурмовать. Ёпта, блин. Ну, думаю, вот этот нож подойдет. Он должен его захерачить. Или каким-то другим его. Может, вот этим вот с драконом или что? Ну, вот эти ножи дерьмо. Вот эти ваншотят. А вот эти, не знаю. Я так и не затестил их ни разу. Может, затещим, затещим, затещим обменяющего лица. Так, что, где он? Пока его нету. Сейчас этот дрын окажется у тебя промеж глаз. Я и не шучу, мля. Джей-Джей тоже идет на войну. Ой, пошла война. А с кем? Кому там лимонку? С кем вы воюете? К сожалению, в выхлопе нельзя регулировать кратность, поэтому все херня. Изи, убивай через траву, тупо. Так, война, конечно, тут дичайшая. Только я никого не вижу. Это кто там? Это у меня очевидца стоит. О-о-о-о. Старые знакомые звуки пошли. Пердеж этот. Ни хера там народу. Не, я СВДК лучше возьму. Самая эффективная в этой ситуации. Так, это Джей-Джей. Я очень не убил. Ой, тут все фиолетовым стало внезапно. Че, друг, как дела? Че, тупо подойти и убить его или как? Я уже сказал, сейчас эта дрына окажется у тебя в одном месте. А? Что? Задание провалено? Так, подожди. Так, короче, все нормально. Борман вроде по сюжету дохнет. О-о-о. Затанцевал, затанцевал меня еще лица. Ну что ж. Ворлока у меня нет для него. Точнее, патронов на ворлок. Поэтому мы просто... О, шустрик. Ты что тут забыл? Заходим и херачим его. Витательными ножами. Тут куча фигурок у него каких-то. Здорово, черт гребаный. Налови. А, понял. Может нужно именно вот таким вот? Нет, я умираю. Окей, че делать? О, все. Все, все. В затылок нужно его бить. Просто без прицела я не мог нормально нацелиться. Все. Сосать. Так, ну-ка, и че тут у нас? Давай нож мой обратно. Фух. Убили мы его. А что дальше-то? Как там у вас? Удалось полизать куда-то? Короче. Андрюха выбил по 200. Поп 300. Патроны качаются. Больше ждать не можем. Я отключаю барьер. Ага. Короче, Андрюха убили. Поп. О, боже. Все. Отключился барьер, смотрите. Так. А поп ранен сейчас. Я смотрю, тут весь, вот. А будет еще веселее. Короче, мужики, бросайте все и быстро перемещайтесь на базу. Карета подана. Это что за ебань? Что это? Это че такое? Грек, молодец. Я верил, что ты можешь отключить барьер. Запускаем сжиматель. Давай, давай, запускай. А че, где тарелка? Куда она пропала? Только что же тут было. Обращается выброс. Срочно найдите укрытие. Эй, какой выброс? И че, мы сейчас эпично будем под выброс эвакуироваться отсюда. Но все бегут в вертик. Может мне тоже надо? О, сидит. Ну-ка. О. Музыка. 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 Я заспавлился на кордоне, полковник Панцер. Какие планы на будущее, Грек? А то давай к нам, в долг. Шутка. Планы? Волен в своих решениях. Захочу в зоне останусь. Захочу рвану на большую землю. Ну-ну, короче, Грек. Долг всегда рад тебе. Помни. Спасибо, полковник. Еще одно. Надеюсь, знаешь доктора? Ты забыл, кто я. В зоне я знаю всех и все. Ну, значит, про выродков тебе напоминать не надо. Так вот, доктор теперь главный у выродков. Что? Что ты сказал? Ха. А говорил, знаю все. То, что слышал, полковник. Доктор, глава выродков, как он сказал. Принцепс. Именно так он просил себя называть. А выродки теперь не выродки, а иные. Так они себя называют. Короче, доктор Принцепс попросил передать, чтобы сталкеры их не трогали. И сами не нападать ни на кого не будут. Если в них, конечно, никто не начнет стрелять. Долг всегда уничтожал выродков. Да я знаю, что тебе лишь бы убивать, полковник. Своих, чужих, без разницы. В общем, я передал тебе то, что меня просил доктор. Надеюсь, у тебя хватит ума не враждовать с ним. Себе дороже станет. Посмотрим еще. Ясно, полковник, прощай. Ну и все. Мы прошли вроде как мод. И с этого момента вроде бы начинается фриплей. Поэтому спасибо всем за просмотр данного прохождения. Кто ждал чисто финала сюжета, можете уже закрывать видео. Дальше сейчас будет фриплей. Чисто чуть-чуть побегаем. Сейчас я открою список мест, в которые меня попросили заглянуть. Заглянем, посмотрим, что будет. Так, на болотах мне нужно заглянуть в церковь, на свалки, в депо и блокпост долгов. В темной долине на базу бандитов. И будет какой-то квестик. И все, в принципе. Все, что мне попросили. Что ж, хорошо. Давайте начнем с болот. В деревне новичков, кстати, снова восстановилась вся жизнь. Появился Сидорович. Сидорович охраняет долговцы. Ну и, собственно, в деревне новички. Все вернулось обратно. Так, тут где-то шустрый еще. Думаю, с ним нужно сначала поговорить. Потом поговорим с Сидоровичем. Что-то делал на генераторах, фраер. Обычная работа, Грек. Был заказ на товар. Я на нем сперва Нестора, а потом и ты поучаствовал. Нестор сперва фуфло пытался оттолкнуть. А потом все же совесть проснулась. Честно отработала. Ну и доставили товар заказчику. Ты понимаешь, придурок жадный, что вы помогали инопланетному отморозку сбежать с нашей планеты. И что он мог потом вернуться. Теперь понимаю. Слушай, Грек, я тебе долю Нестора отдам. Договорились? Да пошел ты нахрен шустрый. Вот оно что. Ну, вроде все. Остальные тут простые одиночки. С Сидричем нужно еще побазарить. С Сидричем, как мы видим, все вернулось. Бункер восстановился. Все товары вон там лежат. На старое место перебрался, Сидрич. Да уж, Грек. Давненько я не видел родного бункера. По ночам снился. Так что заходи. Всегда рад тебе. Куда же без тебя, Сидрич? Понятненько. Ну и конечно же он продает патроны, когда они мне уже не нужны. Хорошо, продолжаем. Ой, не в ту сторону я бегу. Продолжаем движение на болото. В церкви у нас Кочевник, Котя Молдаван, Митяй, Джо-Джо и Катчер. Давайте со всеми поговорим. Здорово, Джонни. Я был неправ, Грек. Я считал, что тебя наняли убрать меня. Но ты даешь. Кто нанял? Джерси. Или братки. Или... Да мало ли кто. Врагов у меня достаточно. Не видел другой причины, по которой ты бы пробрался в центро зоны по мою душу. А кто тебе сказал, что я пришел на генераторы за тобой? Меняющие лица? Охренеть. Я следил за ним. Наблюдал за тем, как он собирает какую-то установку. Видел, как он говорил о чем-то с двумя сталкерами и расплачивался с ними золотом. Расплачивался. Он отдал им два слитка в обмен на какой-то ящик. Походу, он всегда знал, что я слежу за ним. Он отдал золото и сразу посмотрел прямо на меня. Хотя я был на большом расстоянии и наблюдал за всем в оптику. Посмотрел и оказался в моей башке. И мы оказались с ним один на один в мрачном лабиринте. Мы сидели у одного костра. И он говорил, говорил, говорил. Что он говорил? Я не помню. Помню только его голос и образы. Образы? Да. Ты говоришь с барменом, с сидром. Ты ищешь мои ножи, ты показываешь ножи сталкерам, а в задачах в твоем КПК в бита убить Джон Джо. Так и было, Джонни. Я искал, чтобы тебя убить. Почему? Зачем? Я думал, что это ты выстрелил мне в спину в Припяти. В тебя стрелял снайпер. Теперь я знаю. А тогда, год назад, я час был мертвым. Выродки реанимировали меня, но в памяти возникли ложные воспоминания. Да, такое бывает. Это, короче, про сны идет речь. Но зачем железная морда пытался столкнуть нас лбами? Хрен его знает грек. Походу, просто его прощальная шутка. Да. Дальше что будешь делать? Не знаю. Переосмыслить все спокойно надо. Обстановка более чем располагающая. А знаешь, смешно, но ведь я тебя уже два раза обокрал. Тогда, год назад, на кордоне. Обчистил схрон, оставленный для тебя, помнишь? И сейчас, несколько дней назад. Это ведь твой ключ? Узнаешь? Действительно смешно. Не знаю, грек. Ключ как ключ. Твой это ключ, Джонни. Твой. От сейфа в деревеньке на сортировке. На, забирай. Не, не нужно. Все мое здесь, со мной. Оставь его себе. Теперь он твой. Тогда до встречи, брат. Эх, эти квесты так у меня и остались висеть. Ну, кстати, в фриплее, в теории, можно это выполнить. Я после того, как поговорю со всеми, с кем меня попросили, оставлю ссылку на сейф. Там вы уже сможете, кто захочет, скачать, попробовать выполнить этот квест, поискать все артефакты. Ну, или поискать еще каких-то NPC, с которыми можно поговорить. Потому что, очевидно, мне дали наводки не на всех, но мне дали наводки на самых интересных. И дали наводку на квест. Думаю, этого более чем достаточно. Ну что, братан, живой? Что теперь делать будешь? Как видишь, грек отбились. А что делать, не знаю. Лешика нету, и все бригады вот только мы одни остались. Да, жаль Лешу, нормальный бугор был. Я тебе вот что скажу, грек. Мы все знали, что он умрет. Он последние дни как будто жить не хотел. Как так? Мне кажется, железная морда зацепила его. Все было пучком, как всегда. А потом, в одну ночь, Лешик вдруг помрачнел. Скис, шутить перестал. Да что шутить? Говорить перестал? Да нет, не хочу, не знаю. Вот и весь разговор. И самое главное, ты же сам видел. Белым, как лунь стал. Словно в один миг постарел на два десятка лет. И стал безразличен ко всему. Даже жрал через раз. А к ханке вообще перестал прикладываться. И все ходил на железную морду смотреть. Встанет, смотрит и не шевелится. По полдня мог так простоять, если не окликнуть. Как приворожный. Да, Котя, все может быть. Я теперь ничему не удивляюсь. Слушай, грек. Так может ты это самое вместо Лешика станешь? Что ж нам теперь-то делать? Не, братан. Не пойдет такой расклад. Я еще сам не решил, что мне делать. Обрыдло все. Покручусь еще тут. Да и навострю лыжи отсюда куда подальше. А может и нет. Не знаю. Кстати, игру можно будет, как я понял, закончить через доктора Чпехова. На картоне сейчас сидит. Так, кочевник ничего не говорит. Понятненько. Так, далее попросили меня посетить свалку, депо и блокпост долго. Отправляемся. Добрался до депо. Кстати, свалка приобрела свой нормальный вид. Но и тут два человека есть. Симон и Шамрай. Hello. Я войду. Так, один, видимо, надо мной тут. Но Симон ничего не говорит. Значит, могу поговорить только с Шамраем. Чел, с которого начался весь этот мод. Чел, практически первый чел, которого встретил после реанимации, да? А, Ёрш и Бубен тут еще. Ну, Бубен. Здорово. Здорово, братан. Грек, живой. Рад тебя видеть. Ну что, решил вернуться на свалку? Да. Даром я, что ли, это место себе здесь отвоевывал? Свалка почти год подо мной была. Так почему сейчас нет? Не маловато вас на всю свалку держать? Ничего, братва по-любому подтянется. Да и вольные начнут ходить туда-сюда. Свобода? Это точно. Ну, удачи тебе, брателла. А, ага. А тут? А тут не открывается. Странно. Че они тогда там охраняют, если там не открывается? Так, ну Ёрш ничего не говорит. И Бубен, скорее всего. Ну, Бубен, окей, окей, сорян. Тоже, скорее всего, ничего не скажешь. А, он наверху. Да ладно, простые работяги, шо? Откройте, друзья. Хочется пройти. Но нельзя. Так, на блокпосте долго у нас Славин, Тимоха Мерк. Ну, в целом, группа поиск, короче. Здесь надолго обоснуетесь? Не знаю, Грек. Андрюху мы похоронили вон там, на пригорочке. Отдохнем, отоспимся. Потом порешаем, что дальше делать. Слушай, Славин, мы же все-таки грохнули меняющего лица. Ежу понятно. Давно надо было? Да все неясно было, как это сделать. Да, а сейчас получилось. Ну, удачи, братва. Понятно, тоже не особо интересный диалог. Больше я ни с какими членами группы поиск. Я, видимо, говорить не могу. Диалогов нету. Хорошо. Теперь попросили загнуть в темную долину на базу бандитов. И там будет квест какой-то. Заценим, что там да как. На базе бандитов какая-то жесть происходит. Тут турели постоянно стреляют. Надеюсь, этот турель меня не застрелит сейчас. Так, кто у нас тут вообще? Долг, Гена Хакер, Каспер и прочие такие личности. Короче, долг занял у нас... Ой, серьезно? Там БТР остался враждебный мне. Видимо, я его должен был как-то уничтожить. Да нет, у меня тогда стелс-миссия была. Тогда было непозволительно уничтожить БТР. Ну, забавно то, что он тут остался. Ну, давай взорвем напоследок, что. Гранатки у меня есть, но я лучше взорву с ФН-очки. Мне так приятнее будет. А то я ФН-очку как взял с нычки, так и не использовал вообще. Все. Тушканы тут валяются. Вам нормально? Так, ну Гена Хакер, скорее всего, сидит в той комнате, где спал наемник рядом с компуктером. Да, там есть метка. А, тут еще есть Пиночет. А Каспер, скорее всего, там где-нибудь. Да, Гена Хакер тут. Это было мега очевидно. Как дела на новом месте? Нормальный, Грек. Ну, что у тебя? Флешка шокера. Ого, что еще? Это все. Хорошо, с тебя пол-литра, Грек. Ну, это само собой. Видимо, я ему еще до этого мог сдать. До фриплея. Это не фриплейная часть. Ладно. Здорово. Пиночет ничего не говорит. А где Каспер? Каспер, это вот этот чел? Он в вагончике тут, что ли, сидит? А, да. Здорово, Каспер. Нашел работу по душе? Ага. Всякое лучше, чем в Лиманске. А на Большую Землю вернуться? Не, брат, не вариант. Лучше в этой зоне комендантом, чем в той, другой арестантом. Говорят, ты в центре зоны был, Грек? Был. И что там? Нет больше центра, братан. Как нет? Куда делся? Да хрен его пойми. Стерся. Ладно, Каспер, может, свидимся еще. Понятненько. Так, а... Бляха, куда я? А, окей, окей. Не, не, не. Мне еще на армейские склады нужно заглянуть. Я забыл. Квест у Сома будет. Вот как раз таки его мы сейчас и выполним. Так, ну тут мне больше не с кем разговаривать. Что ж, хорошо. Идем на склады теперь. Прибыли на склады. Они полностью заселены теперь. Ну и Сом тут действительно есть. Еще тут долговцы. Они мутантов стреляют. Ладно, пусть стреляют. Так, где Сом? Он склад охраняет, похоже. Слушаю, уважаемый. Здорово. А ваши все где? Не знаю, Грек. В Припяти размянулись. Не понял. Ушел от них что ли или что? Чего молчишь? Грек, ты не поверишь или решишь, что я свихнулся или что белка напала? Короче. Скучно было, ну и вот. Пошел по тихому пошарить по всяким интересным местам. Лео не предупреждал, не разрешил бы он. Прометея, кинотеатр бывший, знаешь ведь? Там как раз и был. Внутри и ни с того ни с сего вдруг жуть меня взяла беспричинная. Я на всякий пожарный в зале за пианино зашхерился. Сижу, слышу шаги. Выглянул аккуратно, но спалился походу. В кинозал заходит железная морда. Ни разу не видел я его до этого, да и не верил в россказни. А тут вот он. Подходит ко мне и говорит. Забыл передать мое огромное нечеловеческое спасибо всем и вот это. И какой-то херь на пианино со стуком кладет. Развернулся и ушел. А где херь, что железная морда выложил? Наверное там еще, на крышке пианино лежит. Я разглядывать не стал, в другие две или и ходу. Кинулся к своим и никого не нашел. Хорошо искал. Сам понимаешь, в шоке был. Вот вернулся на базу. Может и наши подтянутся. Да, история. Ну вот он. Ну то есть это не прям квест. Но сказали-то, что это квест. Ну я имею ввиду квест, но не квест. Ну вы поняли, короче. Квест без метки. Все, что вам объяснять. Так, это куда? Это в Рыжий Лис. Это тоже в Рыжий Лис. Но если я перейду через этот переход, я появлюсь здесь. Я просто забыл, как в Припять попасть. А, вспомнил, через Лиманск. Блин, долговато. Но ладно, сходим. Шо? А кому сейчас легко? По пути в Припять решил заглянуть к ученым. Тут охранный состав. У них пополнился. Карты, лист, медвежонок. Ну, короче, какие-то пацаны странные. Вроде бы они не разговаривают. У них просто уникальные имена. Эти тут стоят. Не знаю, будет ли у ученых диалог. Чисто протестим. Hello. Так, это пронес ловушки. Нет, диалогов нет. С учеными мне говорить не о чем. Жалко. Кстати, Рыжий Лис кишит полностью черными рейдерами. Но я их скипнул. Поэтому, если будете играть в фриплей, будьте осторожны. Придется вам там повоевать. Так, я в Припяти сейчас заодно. Ну, посмотрим, может, кого-то по пути встречу интересного. А так, в принципе, я по пути никого не встретил. Вроде бы, не знаю. Я как-то особо и не пытался искать. Но прачечную никто не занял. Но, скорее всего, Припять будет пустынная. Тут, в принципе, никого не было. А, нет. Тут же Зулуз был около детского сада. Интересно, они здесь пор там? Нет, их здесь нету. Они уже ушли. Печальненько. Ладно, я двигаю в кинотеатр. Подхожу к кинотеатру. Рядовой. Тут черный рейдер. Че он? О, боже, он с подстволом по мне сразу херачит. Тут куча черных рейдеров. Да, неприятно получается. Что, не видишь через кусты? Но ты чисто лошок. А через траву вы видите, да? Я еще слышу бюрер. А, все исчезли. Или, подожди, они в той части. А, они в той части кинотеатра. А в чем прикол? Потому что одну часть населяют бюреры, которых я слышу. А вторую, как бы, ладно. Допустим так. Так, но бюреры, как мы помним, еще из первой серии или второй хорошо с ножа валятся. Э, эфенку верните. Подожди, вот моя эфенка. Или нет? На, нафиг. Все, всех положил. А куда моя эфенка делась? Куда я ее делал? Походу, бюрер выкинул ее. Так, это что тут? Трупы черных рейдеров, понятно. Так, но пианино не в этой части кинотеатра. А вот сюда мне нужно. Там как раз-таки черный рейдер и музыка играет. Так, ну и что тут за фигня? Хрена узнает. Я тут только вот эту хрень задамажил и все. Тут ничего нету. А что за фигня? Тут реально ничего нету. Это что за фигня? Может кто-то из вас подобрал? Черты. Да нет. Короче, вот тут вещица должна была лежать, но ее нету. Да за что? Блин, обидно вообще-то. Что, я зря сюда шел, что ли? Боже, этот кровотек от этой хрени, это шок. Ну тут нету, короче, ничего. Странно. Странно и обидно. Может в АГСР-версии это такой баг, я не знаю. Да, ну ладно, в любом случае на этом я буду заканчивать прохождение. Сделаю сейв фри-плей 1, 2, 3. Не знаю, почему не на 3, пусть будет. И скину, если не забуду, в описание. Кто захочет, скачает версия ОГСР-овская. Качал с официальной группы Зауруса, не откуда-то еще. Не репакитом и так далее. А вот чисто набрал, получается, в поиске групп в Тентаклях Заурус Крю и скачал оттуда всю эту тему. Но, скорее всего, версия даже по другим сайтам распространялась одна и та же. По-моему, не были еще какие-то другие и фиксов на последний Сталкер, по-моему, тоже не было. Только на Упавшую Звезду было. Или нет, я не помню. Я вроде никаких фиксов или накатывал. Я забыл, честно. Ну, короче, думаю, проблем с запуском сейва не должно возникнуть. Вот, можете побегать, поискать еще каких-то персонажей, с кем-то поговорить. У кого-то что-то узнать. Я, например, на стартировке вообще не был. На Интере, на Агропроме. На болотах так, только в церковь сходил и все. В остальном вот тут можно еще пошариться. Вот, мест для посещения. Ну, на самом деле, не так уж и много, но ладно. Все, текаем. Как давно не было моего рабочего стола. Ну, что ж, кто-то пожаловался, что я не оставил отзыв на Упавшую Звезду, когда прошел. Но сейчас я по-любому должен оставить отзыв на Последний Сталкер. В целом, на серию модов Зауруса. Давайте сначала просто на Последний Сталкер. Последний Сталкер, на самом деле, самый проработанный мод. Именно в плане деталей. По сравнению со стременными другими. Ну, оно и понятно, потому что Упавшая Звезда вышла в 2012-м. Да, Последний Сталкер в 2018-м. Когда уже было открыто больше возможностей и так далее. Ну, вы поняли. Моллинг развился уже за тот период. Хотя, конечно, в разработке он находился давненько. Но, тем не менее. Сюжет, квесты тут тоже очень интересные. Очень много необычного здесь. Кому-то такое не нравится. Кто-то считает серию модов Зауруса бредовой. Потому что тут про всяких там демонов, сатанизм, еще что-нибудь. Да, инопланетяне и так далее. Все это вот как-то перемешано. Еще и все это в сеттинге зоны. А я считаю, что это неплохо. Это же как-никак моды. Моды могут быть любыми. То есть, это просто, считай, проба. А что если... И вот каждый автор фантазирует. А что если... И делает мод, зону, сюжет и все такое прочее. Таким, каким он сам хочет. Вот. Поэтому, ну, мне понравилось. Это было прикольно. Последний Сталкер, опять же, был интересный с самого начала и практически до конца. Но финал какой-то немного мутноватый. Потому что меняющие лица вообще никак не раскрывался в этом моде. Он просто стоял в конце. И все. Стоял в ФК, убивая его как хочешь. Никакого босс-файта, ничего такого. Даже после того, как мы его убили, ничего такого интересного не произошло. Просто свалили с генераторов и непонятно, что произошло, кого, зачем. То, что фри-плей есть, это, кстати, тоже прикольная фича. Чисто побегать, узнать у интересующих тебя персонажей. Чего они думают, чего они будут делать и так далее. Что могу сказать в целом про серию модов Зауруса? Она очень, как сказать-то, запоминающаяся. Не знаю, как это описать. Но, то есть, это круто, когда такая линия модов идет. И есть всякие персонажи, которых ты уже знаешь. Которых ты уже видел, знаешь, зачем они, что они, как себя ведут и так далее. И как они поведут себя в той или иной ситуации. Это всегда прикольно. Ты к какому-то персонажу можешь привязаться. Или какой-то персонаж тебе понравится. Какой-то персонаж, наоборот, не понравится. И так далее. В целом, очень интересная линейка. Всем рекомендую пройти, если кто-то не проходил. Или кто-то не видел. Или еще что-то в этом роде. Это того стоит. Так, ну и что? Нужно обновить свой топ любимых модов серии Зауруса. Надо хорошечно подумать. Я не помню, какой у меня мод был на первом месте раньше. Ну, короче, окей. Я просто на свежую голову, скажем так, составлю топ, да? Короче, на первом месте, наверное, будет... О, сложно, сложно, слушай. Наверное, пусть будет Упавшая Звезда. Мне кажется, это все-таки лучший мод в этой серии. На втором месте Последний Сталкер, я думаю. Тоже очень хорош. Но остальные три части, именно трилогии Апокалипсис, она просто не может тягаться с Последним Сталкером, Упавшей Звездой. Потому что то, это были три таких небольших мода, ну, продолжающие друг друга, да? По факту, Последний Сталкер и Упавшая Звезда, это тоже продолжение. Но я говорю о том, что именно вот те три мода, они были такие маленькие, быстренькие, и не особо, скажем так, проработанные, да? Чисто сюжетец, побегал, пострелял, что-то там почитал диалоги, узнал что-то интересное, ну, вот и все. А в Упавшей Звезде и Последнем Сталкере уже такие более глобальные события, в Последнем Сталкере так вообще там куча всего сделаны. Но мне кажется, все-таки Упавшая Звезда как-то была чуть поинтересней, хоть и там и не было такой проработки жесткой. Ну и в целом как-то Джей Джей в качестве главного героя запомнился больше всего, чем кто-либо остальной. Так, ну на третьем месте Поиск, на четвертом Апокалипсис, на пятом Долг Философии Войны, Долг Философии Войны, среди всех мне понравился меньше всего. Ну не знаю, что он мне не понравился, он понравился, но просто меньше, чем остальные. Вот и все. Все. ГГ. Можете писать в комментариях, что проходить дальше. Самый залайканный вариант я попробую выбрать, посмотреть, что там предлагают. Спойлер, опять же, там уже кто-то собирался рофлить, писать, иго, НЛС. Я это сказал еще в серии, когда предупредил то, что будет выбираться мод из комментариев. Я скажу еще раз. Те моды, в которые я играл, или которые проходил, или которые недопрошел, ну в общем, те моды, которые уже были когда-то на канале, их не будет. То есть, если вы там напишите НЛС, и даже если ваш комментарий там наберет резон лайков больше, чем самого видео, то мне пофиг, я просто заигнорю, потому что я не хочу играть в НЛС. Поэтому пишите, и обязательно проверяйте, перед тем, как писать, был ли этот мод уже на канале. Именно прохождение, даже не завершенное. Просто смотр, это черт с ним. Но у меня на этом все. Всем спасибо за просмотр этого прохождения. Это был интересный путь, это был интересный месяц, даже почти два, да, полтора месяца где-то я проходил все это дело. В общей сумме сколько видосов я снял по всей этой линии? Около сорока, наверное, да? Там каждый мод из серии, из трилогии Апокалипсис, около десятки серий было, ну там восемь-девять. Потом упавшись с дачей с наемника, ближе к двадцатке. И вот последний сталкер, ну почти двадцать. Одной серии буквально не хватило. Но в принципе, я и так довольно-таки затянул прохождение, на самом деле. Там была пара серий таких пустых, которые можно было в принципе не выпускать, а объединиться с какими-то другими сериями, сделать их покрупнее. И тогда бы на пару серий, я думаю, это прохождение сократилось. Но не знаю. Сделал как сделал. Все. Ссылка на сейф в описании, ссылка на все остальное тоже в описании, на плейлисты. Если кто-то тут случайно заглянул, то гляньте обязательно предыдущие части, предыдущие моды, предыдущие прохождения. Это очень интересная история. Ну и все. Субтитры сделал DimaTorzok